здравствуйте ребята сегодня мы переходим к новой большой теме театр и я предлагаю вам нарисовать эскиз театральной сцены для этого сначала мы обозначим саму сцену край сцены дальний край сцены и сделаем перспективу одной стороны и с другой стороны каждую сцену обрамляет занавес и сейчас мы постараемся красивыми плавными линиями показать складки складки могут быть просто с двух сторон кулисы они должны быть одинаково подвязаны можно еще добавить верхнюю кулису которая собирается когда поднимается и потом уже красками покажем все складочки можно их только наметить лишние линии убираем ластиком также на театральной сцене сразу можно показать какие-нибудь колонны красивые которые уже в входят в декорацию наши картины я решила сделать город на заднем плане вы можете подумать какой спектакль вы хотите изобразить это может быть детский спектакль тогда на заднем плане может быть интересный сказочный дворец это может быть красивые облака красивый лес если вы не хотите рисовать архитектуру но я решила нарисовать замок и элементы города следите за тем чтобы сразу убирать лишние детали чтобы потом не запутаться и теперь приступим к заднему плану я нарисовала мостик сначала все сделаю геометрическими фигурами немножко упрощенные потом буду прорабатывать основные элементы можно сказать мы делаем картину в картине когда мы сами рисуем картину и в ней нарисована еще одна картина театральным художником в данном случае театральным художником будете являться вы это на заднем плане сейчас более близкий план также рисуем домики вот так вот он 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 и он и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как мы наметили основные части, мы нарисуем окошечки. Не забываем, что мы рисуем декоративный город, поэтому можем позволить себе нарисовать любой формы окна, такие, как нам понравятся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если есть желание, можно нарисовать действующие лица. Но мне хотелось бы показать просто глубину пространства, первый план, задний план и кулисы. Поэтому я начинаю работать в цвете и буду работать гуашью. Сначала я пропишу задний план. Город у меня будет светлый. Чтобы туда подал взгляд, возьму белую гуашь. Добавлю чуть-чуть холода, это будет у меня ультрамарин. И полностью закрою домики, кроме крыши. Окна тоже закрываю, мне они будут видны сквозь краску. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добавлю немного больше ультрамарина и сделаю теневую сторону колонны. Продолжение следует... Если у вас нет ультрамарина, то просто добавляем синий. Продолжение следует... Хорошо сполосните кисточку. Возьмем белую краску. И добавим синий. Чтобы получилась голубая краска. Если слишком темно, то добавляем еще белую. И на заднем плане я зарисовываю небо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас... Зарисовываем сцену. Я решила сцену сделать охрой. Сразу подумайте, куда у вас будет падать свет. Либо... В центральную часть... либо дальше. Я сначала запишу, а потом нарисую цвет, добавлю светлой краски. Старайтесь мазки класть горизонтально, в одном направлении. Если плоскость горизонтальная, то мазочки кладутся тоже горизонтально, по возможности. Теперь я добавлю немного белого, чтобы было посветлее. Можно добавить желтого. И в центре сделать немного светлее. Если в зрительном зале у нас темно, все действие происходит на сцене, то сцена будет посветлее. Но не сильно, так чтобы у нас сильного перепада в цвете не было. Еще чуть-чуть белого. Пока у нас краска свежая, хорошо вписывается один цвет в другой, более светлый. Также я возьму сейчас наоборот коричневую краску и охру. и с двух сторон немножко. Затемню. Когда актеры выходят из-за кулис, там темнота. Поэтому мы покажем темноту. И снизу также проведем темную линию. Это будет красть цены. Это будет красть цены. Споласкиваем кисть. И теперь решаем, каким цветом будут кулисы. Кулисы в основном я видела малиновые, темные, бархатные. Иногда бывают темно-зеленые. Решайте, что вам больше нравится. Можно добавить чуть-чуть ультрамарина. Я в малиновый добавила ультрамарин. Взяла холодный красный малиновый. Ультрамарин или фиолетовый можно добавить. И теперь начинаем записывать кулисы. Кулисы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если у вас краска закончилась, разводим не водой, а набираем еще и стараемся попасть в этот же цвет Если вы будете разводить водой, гуашь будет слишком жидкая и будет не очень красиво Субтитры сделал DimaTorzok Теперь я сразу проработаю кулисы Для этого возьму уже посветлее красный Сделаю несколько мазков Как они у нас висят, чтобы показать складки Возьму белой краски Добавлю еще малиновый Сделаю светло-малиновые краски Добавляем воды столько, чтобы гуашь у нас была как сметанка Не жидкая, но и не слишком густая И теперь сделаем светлые складочки Но они все-таки не должны слишком выбиваться из цветовой гаммы Субтитры сделал DimaTorzok Возьму самую тонкую кисточку Единичку Чуть более холодную наведу краску И уже кончиком проработаю края складок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавляем Темные кулисы у нас готовы Теперь я также тоненькой кисточкой взяла алую краску Добавлю немножко коричневого, чтобы она была более сдержанной чтобы у нас на первый план не выходило Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавляю коричневый Сделаю глубину Глубину моста, окон, проработаю мелкие детали Добавил DimaTorzok 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 просто более темный тонкой кисточкой также скрываем недочеты если мы их допустили убираем все что нам не нужно и все наша работа готова у нас получилась цена на заднем плане у нас коричневые оттенки теплые только синие флаги выделяются впереди темное обрамление кулисы и сама сцена я думаю у вас тоже получились красивые театральные эскизы желаю вам творческих успехов до свидания